Обычно в этой лаборатории проходят эксперименты по изучению воздействия импульсного магнитного поля на металл. Но теперь здесь еще проверяют его влияние на растения, а точнее на вирусы, которые живут в них. Методом проб и ошибок идеально для этого подошла обычная картошка. Она устойчива к воздействию импульсного магнитного поля и быстро растет. По словам ученых, вирусные болезни картофеля наиболее опасны. Как правило, они не поддаются лечению и клубни приходится уничтожать. Уникальный метод избавления картофеля от вирусов придумали случайно. Так как мы кафедра обработки металлов давлением, у нас была такая задача, как на пенициллиновую колбочку сделать обжатие верхней алюминиевой крышки. И возник вопрос, имеет ли воздействие импульсное магнитное поле на лекарственный препарат. Ну и далее, развивая эту тему, мы дошли до воздействия на клеток, воздействия на химические какие-то. Препараты и воздействия на картофель. Ученые отмечают, что подобные эксперименты уже проводились для оздоровления ягодных культур. Например, малины и земляники. Но на сельскохозяйственных культурах это изучают впервые. Участвующие в опытах черенки картофеля были заражены четырьмя видами вирусов. Всего их насчитывают более пяти. Все они негативно влияют на урожайность. Вы услышите щелчок, конденсатор разряжается на катушку и магнитное поле воздействует на ростки. Приготовились? Я нажимаю. Вот идет трансформатор, щелчок. Все, разряд произошел. Все, мы воздействовали на ростки. Эксперимент в данном случае закончен. Специалисты к исследованию готовились около полугода, но эксперимент на этой установке провели за микросекунды. На данный момент работа не окончена. Еще предстоит изучение данного вопроса. Серия экспериментов показала, что метод воздействия импульсным магнитным полем на растения действенный. Все вирусы погибли. В ближайшее время специалисты будут изучать уже плоды вылеченных растений. По словам ученых, использование импульсного магнитного поля в сельскохозяйственной отрасли, в сферах биологии, медицины и химии – это новое научное направление, созданное в сотрудничестве с Самарским государственным медуниверситетом, областной клинической больницей Середавина, Самарским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. Все разработки нашли применение в реальном секторе экономики. В Самарском университете в 2019 году научных проектов было около 200. Высокотемпературный химический микролеактор, включенный фотоионизационный времяпролетный массоспектрометр. Это действительно уникальная установка, таких установок в мире нет. Это установка, которая исследует на фундаментальном уровне вопросы горения и позволяет переводить в прикладную науку механизмы повышения экологичности разнообразных газотурбинных двигателей, начиная от энергетических установок наземного назначения и заканчивая ракетными двигателями. Сейчас ученые трудятся над созданием наноспутников и криогенной техники. В Самарском университете уверены, что 2020 год порадует самарцев новыми научными открытиями. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok